21 января 1943 года одна из самых важных дат в истории города Ставрополя. Именно в этот день русским воинам удалось полностью освободить город от немецко-фашистских захватчиков. В 79-ю годовщину этого события глава края, представители ведомств и администрации города торжественно почтили память павших минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу Вечная Слава. Как можно не помнить родителей, дедов, прадедов? А ведь на самом деле это же все наши родители, деды и прадеды. Потому что даже если нет родства семейного или кого-то там, не знаю, там по ДНК, это родство было благодаря тому, что эти люди жили ради нас, умерли ради нас, освобождали города ради нас. И я уверен, что когда они шли на смерть, они всегда думали о той светлой жизни, которая будет потом. Спустя 79 лет после освобождения города в строй снова встал Ставропольский бессмертный полк. Юнормейцы пронесли портреты 16 наших выдающихся земляков, которые храбро сражались за родину в годы Великой Отечественной войны. Я нес портрет Быкова Николая Ивановича. Честно, до этого я не знал, кто он. И благодарен этой акции, что я узнал многих людей, которые участвовали в освобождении города Ставрополя. Я узнал, что Быков Николай Иванович был полковником и являлся героем Советского Союза. Я несла портрет Зайцева Василия Георгиевича. Он был героем в Советском Союзе, майор. Я являлся летчиком и совершил более 100 боевых полетов. Узнать больше о подвигах Ставропольцев в годы войны можно в Музее память, где открылась уникальная экспозиция «Чтобы помнили». Здесь воочию можно увидеть, как ставропольцы жили в период оккупации и после освобождения от фашистских захватчиков. Погрузиться в военную историю краевой столицы любой желающий сможет до конца февраля.